Всем привет! Вы на канале ElexLife и это вторая часть про бизнес на волнистых попугаев. И сегодня я вам расскажу, с какими подводными камнями вы можете столкнуться в процессе разведения волнистых попугаев. И почему все на самом деле не так красиво, как кажется. В прошлом видео я вам рассказал именно математическую составляющую, то есть как все должно быть. Я рассказал вам про траты и с тратами все верно. Единственное, я забыл сказать про то, что вам нужно будет помещение. Нужно будет либо арендовать комнату, либо если у вас есть свободная комната, то заселить попугаев в нее. Либо если вы живете на даче, например, и у вас есть свободное помещение отапливаемое, можно запустить попугаев туда. Просто жить с волнистыми попугаями в одной комнате, где их очень много, там около 50, это достаточно проблематично. Сейчас вы поймете почему. Если что, проблема именно в шуме от волнистых попугаев, потому что шумят они достаточно прилично. Поэтому если вы хотите разводить волнистых попугаев в своей квартире, где живете, то вам придется выделить для них отдельную комнату и сделать нормальную шумоизоляцию. Это вторая часть, если что. И если вы не смотрели первую, стоит, наверное, сначала посмотреть ее. Вот ссылочка на нее. Думаю, любому будет понятно, что чтобы получить максимальную прибыль, нужно разводить выставочных попугаев редких окрасов. Ну или же волнистиков редких окрасов. Но тут мне все так просто, как кажется. И первая проблема заключается в том, что достать выставочных попугаев редких окрасов достаточно тяжело, так как разводит их не очень много людей. И взрослую пару, готовую к разведению, вам практически никто, скорее всего, не продаст. Ну потому что все оставляют их себе, это понятно. И купить вы можете именно птенчика, но вам придется растить его минимум где-то 10 месяцев, чтобы он созрел, и потом можно было уже посадить его на гнездо. Очень обидно, когда вы купили дорогую пару, там каждая попугая стоит по 20-25 тысяч, вы их сажаете на гнездо, и у вас вся кладка пустая. И вторая тоже кладка пустая, и вам приходится ждать год, чтобы снова их посадить. Поэтому, если вы думаете, что вы купите пару, посадите на гнездо, у вас сразу будет 5 птенцов в первой кладке, 5 птенцов во второй кладке, вы их продадите там по 20 тысяч и заработаете 200 тысяч с одной пары, то нет. Возможно, что вы заработаете вот столько. И неоплодотворенные кладки, это, к сожалению, достаточно часто случается у выставочных волнистых попугаев. Поэтому выставочных волнистых попугаев, если вы планируете разводить, надо быть к этому готовым. И лучше всего, как вы можете догадаться, разводятся обычные волнистые попугайчики, которых вы можете встретить в любом зоомагазине. Ну, почти в любом, к счастью, уже не так много зоомагазинов, которые продают волнистых попугаев. Ну, так вот. Потом, в принципе, неплохо разводятся радужные и рецессивно-пестрые тоже волнистые попугайчики. Но с выставочными там их разводить тяжелее, поэтому там уже нужен опыт, надо придумывать всякие схемки с перекидыванием хит, с искусственным обладотворением и так далее. Если вы хотите купить идеальную пару, то желательно брать примерно, когда птичкам год, чтобы их сразу посадить на гнездо, и они дали вам потомство. Но хорошую пару в таком возрасте вам никто не продаст, потому что если попугайчиков оставляют себе заводчик, то он потом и посадит их на гнезда сам. Поэтому, если вы хотите хорошую пару, то желательно брать птенцов, и я тоже сам так делаю. Вы берете птенцов, покупаете в возрасте примерно 40 дней, оставляете их, растите, и потом уже сажаете на гнездо. И тогда уже у вас складывается хорошая пара. Также не забывайте про то, что попугайчиков нужно кормить. И кормить их нужно каждый день. И помимо корма, нужно давать им фрукты, овощи, яйца и так далее. И на то, чтобы это купить, приготовить, почистить, потереть, положить им всем по кормушкам и поддонам, достаточно много времени уходит. Я примерно трачу, в лучшем случае, час-два в день на всю свою стаю. Так что ускорить этот процесс у вас никак не получится. На это все уходит время, и это нужно понимать. А также время уходит на уборку, потому что от большой стаи идет много мусора. Например, летят перья, потому что птички линяют. Потом много шелухи от корма. Действительно много, и она высыпается на пол. Надо каждый день пылесосить. Ну и помет, соответственно, тоже надо убирать, то есть чистить надо каждый день поддоны. И на это тоже тратится достаточно много времени, и это не очень приятная работа. Вообще, разводить волнистых попугаев, и выставочных особенно, достаточно сложно, и в этом есть много тонкостей. Поэтому, если вы хотите просто получить прибыль, то это дело не для вас, потому что будет достаточно тяжело. Но если вы просто любите волнистых попугайчиков, вам нравится их содержать, нравится их там щебетание, общение, краски разные, то это приятно, это прикольный процесс, и чисто как хобби, да, можно это делать, но это тоже непросто. Прибыль будет небольшая, но она будет. И лично я вам не советовал бы разводить животных любых. Кошек, собак, попугаев, неважно. Просто ради прибыли, потому что животные должны приносить удовольствие, и на них тоже должно уходить много денег, чтобы они жили в хороших условиях, чтобы их любили. Поэтому, если вы хотите заниматься как хобби, да, пожалуйста. А если вы хотите ради денег это делать, то лучше не стоит. И есть достаточно много примеров. Я не первый год уже в этой теме, и, ну, за, там, практику это лет 5. Не так много, но казалось бы. Уже я встречал нескольких заводчиков, ну, заводчиков, которые пытались на этом нажиться, заводили, покупали там себе хороших птиц, начинали разводить, и понимали, что это неприбыльно, буквально там полгода-год, и все, они распродавали свою стаю и уходили из этого. Еще одна из основных проблем в разведении волнистых попугаев, это, например, птицы не высиживают яйца. Неоплодотворенные яйца, это самое частое, это самое обидное. Самки ощипывают птенцов, это тоже случается часто, и с этим можно бороться, но это тоже неприятно. Плохо выкармливают птенцов, там на самом деле достаточно много проблем, с которыми могут столкнуться, и просто нужен опыт, чтобы понимать, как действовать в той или иной ситуации. Надеюсь, вы поняли мой посыл по поводу этой темы, и этот ролик был для вас интересным. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!